Да, коллеги, всем привет. Михаила я люблю, ценю. Мы с ним уже давно взаимодействуем. Фактически я в некоторых проектах даже не вижу разницы между моими коллегами из Аликарда и коллегами из SoftLab. Метро делаем вместе, FIFA делаем вместе, кодируем вместе. Я не знаю, вещание на FIFA делаем вместе. Михаил нам делал, помогал запускать на FIFA ОТТ. У него была совместная с нами продакшн-студия. Когда мы пускали контент в облака на всю доху, это было вещание по СРТ, это было создание ОТТ и это было создание видеодеманды. То есть все пресс-конференции и все матчи Михаил, его коллеги и его железо помогали нам делать. И, конечно, в том числе его софт. Коллеги, а знаете ли вы, что в московском метрополитене в метрополитене 20 тысяч экранов и на все из них мы вещаем совместно с SoftLab. Меня зовут Виталий Сатурихин. Как Алексей мне представил, какой-то там начальник. Проекты, начиная с Латинской Америки, Северной Америки, заканчивая Африкой, Европой, где только не работаем. Работаю уже 10 лет и сегодня я вам расскажу, а как выстроить систему взаимодействия между разными командами. Иногда они могут быть комплементарны, иногда нет. Но чтобы это все работало, заказчик был доволен, вы были довольны и даже если вы конкуренты, вы работали вместе и сообща. Расскажу, как все начиналось в метрополитене, объясню общую схему вещания, какие мы решения используем и с кем партнеримся. Расскажу про вещания на земле, под землей и на воде, расскажу про перспективы развития и дам слово даже нашему ключевому заказчику, но об этом чуть позже. Как все начиналось? В 2018 году нам пришла задача вещать в метрополитен, таргетированный контент на все тогда 12 линий метрополитена. Сейчас это уже 14, чуть ли не 15. Какая основная задача? Каждая линия – это отдельный канал со своим социальным контентом, рекламными роликами в перспективе, какими-то инфографиками, вставками, чтобы это все было красиво, стандартизовано, зарезервировано. Чтобы туда встать, мы заходили туда, наверное, как в Министерство обороны просто. Это было три захода. Каждый заход был полностью защитой всего софта. Документация, безопасность, чтобы код был неуязвим, чтобы софт работал безотказно, чтобы каждый канал был просто вылезан с точки зрения абсолютно идеального качества и надежности. Необходимо было внедриться в систему, в которую уже работали разные субподрядчики, с ними провзаимодействовать и поставить конечную систему, которая выполняет свои задачи. А именно, забираем контент, поставляем в конечные точки, все должно играть без перебоя на резервирование. Должно быть как канала, так и сервера, так и система распространения. Система мониторинга должна все закрывать. В любой точке должно быть все надежно и стабильно. И вот уже на протяжении шести лет ни одного сбоя. Это общая система доставки контента прямо сейчас, под землей и на земле. Здесь головная станция, здесь стоит электрикард. Формируем контент вместе с коллегами из SoftLab. Что делаем? Забираем лайф-эвенты, социальный контент, рекламный контент, вставляем ГОЧС, экстренное уведомление, посылаем на главную станцию. Все это делается через веб-интерфейс, через единую точку формирования контента. Понятную, простую детализацию вплоть до секунды. Ты знаешь, куда ты вещаешь. Можешь вещать таргетированно, вплоть до конечного, условно, автобуса или вагона в метро. Вещаем под землей, на земле автобусы, троллейбусы, трамваи, вещаем в мэрию Москвы, вестибюлю метро и даже на единый диспетчерский центр. То есть это фасадная реклама и социальная реклама. Какие решения используем? Здесь вся наша экосистема используется просто end-to-end, потому что решение непростое, его нужно со всех сторон прикрыть, чтобы каждая точка мониторилась, каждая точка анализировалась. Что делаем? Берем совместную нашу разработку SoftLab, плей-аут-систему, которая умеет работать с лайвом, с видеодемандом, делать инфографику по запросу, готовую, в процессе может ее делать как угодно. Она имеет API и она имеет интеграцию с внешним планировщиком. Дальше стоит наш транскодер, который готовит этот сигнал в плане кодека, протокола. Если мы в мэрию посылаем, посылаем SRT, если посылаем наземный транспорт, это HLS, если посылаем на подземный транспорт, используем наш коллег из Netris, делаем из UDP, HTTP. Дальше стоит система управления эфиром, которая все это дело совмещает и таргетирует на конкретные ветки. Дальше стоит инструмент мониторинга Бора. При этом я вам обещал рассказать в 3 часа, как мы взаимодействуем и ставим зонтичную систему, где даже вроде бы конкурентные решения Streamlabs помогают нам формировать полное представление о том, что нам происходит. Streamlabs нам помогает делать мультискрин, он формирует мозаику. Все наши 12-14 линий, в частности метрополитена, закрыты. Мы видим в окошке 2х6, что у нас происходит. Мало того, у них еще есть система, которая инструментально делает. Но инструментально мы используем Бора, потому что нам нужно что сделать? Интегрировать с Unity. Unity нам предоставляет ту самую условную датамайнер-систему. Поэтому это система NMS, Network Management System, которая собирает в себе вообще все. Все трапы, плеера, телевизоры, транскодер, как работает плеер, как работает софт. Все здесь. Если конкретно экран у тебя отказал, неважно по какой причине, может отказать экран, отказать декодер, отказать транскодер, отказать, может, систему мониторинга. Здесь все загорится в одном месте, ты будешь знать четко, где у тебя что происходит. Соответственно, та самая интеграция со всеми нашими партнерами, которые нас где-то комплементарно дополняют, где-то мы их дополняем. Но наша задача была интегрироваться в существующую систему, закрыть ее полностью нашими решениями, дополнить и сделать качественный и стабильный сервис. Здесь дальше у нас стоят плеера, наши собственные в вестибюлях метрополитена. И все это мы анализируем в StreamYout Studio, про которое рассказывал Александр. Что делаем? Пришел невалидный контент, запустили в StreamYout, посмотрели. Что сломалось? Не подходит кодек, разрешение, битрейт, цветовая субдискретизация, есть эти ошибочки, есть проблемы с временами. Загрузили в StreamYout, посмотрели. Что делаем? Коротко. Какие были требования вообще к вагонам? Документация, безопасность. Софт должен находиться в реестре отечественного ПО. End-to-end, каждый абсолютно. Весь наш софт там находится. Система должна работать как с лайвом, так и с видеодемандом. Должна закрывать все кодеки протокола, потому что мы тогда уже тогда понимали, что нужно будет вещать вообще везде, по всей территории Москвы в данном случае. Возможность легкого развертывания, масштабирования. Условно, у тебя есть один канал, завтра надо 30, значит ты делаешь 30 очень быстро. Поддержка СЛА у нас 24 на 7 в течение нескольких минут. Мы должны закрыть любую задачу. И полное зеркалирование вообще всего. Следующий проект, который нам прилетел, это вещание в вестибюлях метрополитена, уже не в вагонах. Что мы здесь добавили? Во-первых, мы добавили таргет более чем для 250 телевизоров. Сейчас они объединены в 12 линий. И дальше мы должны были уметь вещать не только на конкретную линию, но и на конкретный экран, иметь понимание о том, что там вещается, уметь снимать скриншоты, уметь обновлять софт на этом плеере, уметь удаленного перезагружать, если необходимо. То есть полностью весь доступ через единое окно. Это веб-интерфейс. Плеера из одного места, инструментальный мониторинг. Бора стоит абсолютно на том же плеере, где и стоит Виконт. И этот плеер должен быть кросс-платформен. Он должен уметь стать как на ARM, так и на Linux, так и на Windows. Интеграция с внутренней системой мониторинга. Там стоит инити, технический учет. Ты должен уметь взаимодействовать с этим субподрядчиком, чтобы заказчик твой выиграл, чтобы он вообще не заметил, что в нем появилась новая сущность. Ты должен отправить так трапы и так договориться с ним, вот те самые софтовые скиллы, про которые мы с вами говорили, чтобы заказчик поимел профит. То есть тебе нужно выступить организатором, договориться, технически интегрироваться. Все это сделано. Управляем через веб-интерфейс. Автоматическое включение, например, на 9 мая. У нас были и фильмы, и каналы, и рекламу включали. При этом сделали такую сетку, что мы просто запрограммировали сценарий. Все это отработало без включения человеческого фактора. Меньше человеческого фактора, конечно, он был на этапе подготовки, но на этапе реализации в течение 9 мая он был минимизирован. Меньше факторов, меньше ошибок. Таргетированный контент по геолокации. Это отдельная тема. Идет состав, приходит на станцию, ему показывается новый контент. Уходит со станции, возвращается прежний контент. Или новый фильм, или новый ролик. Ну и отправка сообщений гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях. Мэрия. Еще один контент, еще один проект, который входил и входит в систему единой платформы информированных пассажиров. О чем нам расскажет наш конечный заказчик в конце моего доклада. Какая особенность? Вертикальный контент. Необходимо выводить контент на конкретный экран, управлять конкретным экраном. И полный контроль из веб-интерфейса. Что идет, как идет, какой ролик, какой протокол. Возможность замены, обновления. Все это есть. Дальше. Вещание на фасадах. Это единый диспетчерский центр. Сделали 3D-графику, синхронизовали. Здесь поезд выезжает, сюда приходит. Все красиво. Юбилей московского городского транспорта отметили. Нестандартное разрешение – работаем. 3D-эффект – работаем. Можем как live, так и video on demand. Вещание на земле. Интегрировались в текущую, существующую систему вещания на наземном транспорте Москвы. Автобусы, трамваи, троллейбусы для назначения не имеют. Какие плееры, значения тоже не имеют. Здесь гарантирована доставка, минимальная задержка несколько секунд и передача контента по сетям LTE. Что сейчас в перспективе? В перспективе наша установка наших систем на речной транспорт. Сейчас проект в разработке, как и сам весь речной транспорт. Что уже сделано? Сделали нативный плеер на Android Smart TV. Сделали поддержку live для подобных плееров. То есть прямо в телевизоре стоит плеер, который умеет вещать таргетированный контент, который мы же формируем с принципом единого окна. Что нужно сделать? Полный удаленный контроль вообще всего вещания на каждом из судов. Нужно интегрироваться с службами геолокации и нужно настроить макетирование и инфографику. Ну и какие планы на будущее? На будущее хотим стать в центральной диаметре, есть мощности заложены, в работе хотим стать в аэроэкспрессе. На будущее развитие системы Digital Signage, про которую мой коллега Иван расскажет завтра более подробно, если по-русски это видеореклама на внешних видеоповерностях. В торговых центрах, МФТ, аэропортах мы все это прямо сейчас уже внедрили в Московском метрополитене в Вестибюле. И финальный этап это развитие всей единой системы платформы информирования пассажиров, когда ты из одной точки имеешь доступ ко всему контенту на земле, под землей, на воде, умеешь заводить любые расписания, имеешь полностью весь мониторинг железа, потоков, транскодеров, контент-провайдера, имеешь веб-интерфейс удобный, когда ты просто с лэптопа или с своего смартфона зашел и в любое время получил доступ к нужной тебе задаче. А теперь я хочу передать слово нашему заказчику Александру Сидоренкову, начальнику департамента развития информационных систем в метрополитене. И он расскажет пару слов, а как мы вообще к этому пришли, в каком сейчас состоянии находится единая платформа и какие у нее планы на будущее. Ты, наверное, останься. Останься по великим слайдам. Коллеги, мы как основные заказчики. У нас в метрополитене мы выступали как технический заказчик, а медиа-центр, коллеги креативные, они выступали как функциональный заказчик. И все их мечты превращались в реальность. Это был реальный вызов. Это был вызов для того, чтобы интегрировать множество платформ. Это был вызов для того, чтобы интегрировать разные типы экранов разных поставщиков с разным типом андроида и так далее. Это был большой вызов, но тем не менее результаты есть. Результаты 19288 экранов метро, 244 больших экрана, экраны в мэрии, почти 12 тысяч экранов в автобусах, электробусах, EDC. Также развитие дальнейшее – это большие медиафасады RGD, 1600 экранов рекламных руссо-адуровских. Помимо этого всего была сделана большая интеграция с софт-лапом НСК в части трансляции рекламы, в части формирования контента. Можно следующее? Был сделан планировщик, некий планировщик, который состоит из множества модулей и, соответственно, формирования контента именно медиа-центром. С учетом того, интеграция с рекламным партнером по трансляции рекламы и вставляния в слоты его рекламы. Помимо этого, просчет рекламы для каждого потребителя, скажем так, то есть для каждого типа экранов в части трансляции, в части открутки контента, в части интеграции с, как Виталий уже говорил, с инити по трансляции рекламы. Почему с инити именно? Потому что нужно было считать именно количество открученных роликов на каждом экране. То есть продажа рекламы идет именно количеством прокрутки на одном экране. Если у нас была где-то ошибка, либо нарушение трансляции, мы это не считали, чтобы у нас конечный пользователь, заказчик рекламы был постоянно удовлетворен. Плюс ко всему сделана большая модерация, модерация рекламы, то есть простой ролик не зайдет. Должны как минимум два модератора согласовать этот контент для того, чтобы он попал в эфир. Еще есть еще выпускающие эфира, которые формируют эфир для трансляции. Помимо всего, сделана большая работа по инфобезу. Сейчас у нас проходит даже на тестирование по методике стека этой всей системы. В принципе, наверное, вкратце все, если что-то интересное. Наверное, еще из изюминка была модуль интерактивных карт, на которой высвечиваются у нас автобусы, автобусы, электробусы. Метро мы не выводим в связи с тем, что у нас сейчас красный уровень. Данные никуда не передаем. Тем не менее, мы можем таргетированно на карте выбирать любой участок. Это либо очерченный просто вручную, либо любой регион Москвы, и туда таргетированно транслировать контент. Как именно? ГОЧС, офлайн контент, офлайн контент – это передача роликов, плейлистов на каждое из транспортных средств. Ну, либо онлайн. В принципе, остальное Виталий уже более красочно рассказал. Вот, если что-то более интересное, ну, готовы поделиться. Также, кстати, смею заметить, но еще я как бы большой участник биометрии, внедрения биометрии в метро, оплаты по лицу и так далее. Коллеги у нас тоже участвуют, участвуют в части рестримингового сервера, именно вот Виталий и компания. Вот для того, чтобы мы могли анализировать работу каждого из вендоров. Вендоры – это разработчики по детектированию, распознаванию. Вот, ну, так как нам нужно было тестировать их по триггерам, по работе вендоров, им нужны были всем идентичные условия для работы, то есть видеопоток идентичный. Вот коллеги нам сделали эту историю. Плюс ко всему, они еще делают сейчас продукт, позволяющий мониторить камеры. То есть у нас стоит очень много камер в метро. Соответственно, сбой работы камер, загрязнение и так далее, анализ видео для того, чтобы понимать, где есть проблемы. Это, наверное, все. Спасибо, коллег.